Чем для нас был знаменателен 2018 уходящий год? В первую очередь, это то, что мы смогли привести в статус законного, в законности отработать проект организации территории одного из самых больших, вернее, даже не одного, а самого большого регионального ландшафтного парка «Семский», который находится на территории четырех районов Сумской области, Королевского, Буринска, Конотопска и Путильских районов. Мы имели очень серьезное сопротивление. На сегодняшний момент выиграны практически все суды. Мы прошли проверки кабинета министра, всех министерств, национальной полиции. Ну, в общем-то, нам удалось доказать о том, что все-таки правы 100%, что дало на сегодняшний момент организации территории парка «Семский». В первую очередь, разблокирована земля в хозяйственной зоне. То есть, на 6-11-2018 года, это 112 погодженных участков для воинов АТО в приватную властность. Сегодня готовятся три аукциона земель запаса державной властности и Акадастром. Будет проводить их аграрная биржа и институт землеустрою. В ближайшее время, может быть, даже им удастся это провести до конца этого года. Был организован администрация ландшафтного парка «Семский». Отработана уже с ней программа на следующий год. Они в этом году очень много сделали, надо отдать должность. Большую работу провели познавательную с учащимися. Начали уже организовывать сегодня экскурсии. для студентов, организовали научные пленеры для студентов наших вузов, в том числе и вузов из других областей. Познавательную работу очень активную ведут с учащимися наших средних и начальных учебных заведений. Планы в этом году нам удалось благодаря депутатам областного совета дополнительно провести зарыбление Сейма на территории Путильска и Конотопских районов. Мы зарыбили из фонда охраны на околочное природное средство стерлядью. И под эгидой народного депутата Игоря Федоровича Молотка уже в конце года практически было проведено зарыбление для очистки акватории белыми рыбами, Карпом и Толстолобом, тоже в районе Королевецкого района. То есть провели зарыбление там довольно-таки большой массы малька. Что это даст? В первую очередь это очищение акватории по чистоте воды. Значит, это не огульно было проведено. Это есть разработки Института актеологии украинского, очистка воды и очистка прибрежных территорий. Заканчивается работа по организации прибрежно-захистной смуги реки Псел и заканчивается работа по организации прибрежно-захистной реки Сейм в межах того же ландшафтного парка Сеймский. Я думаю, что до конца года вторая по Сеймскому будет закончена, проводит Институт землеустроя. По первой, по слову, работа немножечко затягивается, потому что гораздо больше территории, охватывается больше территории. В этом году нам удалось создать 17 новых территорий природно-заповедного фонда приблизительно на 1200, почти 1300 гектаров. Нам удалось подготовить технические документы и узаконить 14 объектов природно-заповедного фонда, которые были утворены в период до 1917 года. Мы заканчиваем сегодня работу по организации еще трех заповедников, территориальных заповедников. Но при всем при том, конечно, есть большие трудности, потому что не все нас понимают во многих случаях, не все, не везде мы находим поддержку и помощь, в том числе от территориальных громад. Есть проблемы по созданию Тернивского заказника, Тернивской-2, это 224 гектара. Ландшафтный заказник Поляниця, Чернославецкий сельский совет, причем Буринского района. Там два сельских совета дали нам погоджение, а два нет. Гидрологический заказник Красняный, Шкуратовский сельский совет Белопольского района. Региональный ландшафтный парк Сумский, город Сума. Урочище Монахи, ландшафтный заказник. Это Путильский агролес, не можем получить. Ну и самые большие наши надежды, это получение все-таки дозвола от Державного управления лесового хозяйства Сумской области по заказнику, урочищу заказнику образ, увеличение, которое уже на сегодняшний момент имеет не просто региональное значение, а он уже имеет международное значение. В этом году была создана, кстати, обзорная книга «Образ», небольшая, которая ведет описательную часть именно по этому заказнику. Созданы материалы по парку Семскому. Были проведены, тоже хотелось бы отметить, немаловажную нашу победу. Это все-таки создание администрации Национального парка Михайловская Целина. Мы провели уже несколько конференций под 90-летие. Сегодня утворивается его территория, создается, вновь создана администрация. Я думаю, что это довольно-таки большая победа. Исходя из этого, на территории Сумской области сегодня три национальных парка. Дистянско-Старогудский, он же биосферный резерват. Это парк Гетьманский, Писаревский, Тростенецкий и Ахтырский районы. Ну и, наконец, Михайловская Целина. В планах на будущее создание Верхнесульского национального парка, который будет подтягиваться в той же Михайловской Целине, это серьезная акватория. Какие преимущества по созданию национальных парков? Дело в том, что национальный парк является налогоплательщиками налога за землю. Государство местным территориальным громадам платит налог за землю, за эти территории. То есть и Михайловская Целина, и Дистянско-Старогудский, и Нитманский, это все серьезная плательщик. Если, допустим, лесовые хозяйства платят только по пенную плату за каждое срубленное дерево, то здесь платится за всю территорию, которую занимает национальный парк. Но по Избутскому району это больше 2,5 миллионов гривен ежегодно, которые получают местные бюджеты. В этом году мы продолжили программу по зарыблению редкими краснокнижными гидрологической фауной, ихтиофауной, ворсклу тоже, стерлядью. Мы, фактически, в полной сумме где-то порядка 45 тысяч малька за предыдущие годы сделали. Был сделан работниками национального парка контрольный отлов. Мы считаем, что это наша победа. Если в ближайшие 2-3 года ничего не изменится, то мы сможем уже получить от нашего зарубления внутреннее размножение. Мы провели очень, закончили работу по организации вольера в Лебединском районе для европейской лани. Закончена работа в прошлом году. И в этом году уже есть первые результаты по созданию фазонария на территории охотничьего хозяйства Сумы. В основных планах мы будем переносить такого рода работы на территорию уже регионального ландшафтного парка Семский. То есть на будущее у нас там есть интересные такие задумки и создание экзотических, будем так говорить, орнитологического музея экзотических птиц живых. Вот есть такие наработки. Сегодня мы планируем поехать, наш человек, который занимается организацией этого вопроса, поехать, получить опыт в Словакии, в Чехии. Вот такие интересные задумки. Это создание вольера по орнитологическому витворению дикой утки, тоже на территории регионального ландшафтного парка. Если Господь даст, управит, и мы проведем по программе, это обмен краснокнижными животными с другими парками с целью получения нового генетического материала, это по зубрам. То есть поменять или приобрести новую популяцию зубров небольшой, для того, чтобы наше стадо каким-то образом оживить, чтобы не было эмофилии, то есть не накладывались при размножении, не накладывались родственные связи один на один. Что имеем по приросту? Исходя из той работы, которая проделана по охране территории, на территории национального парка появились бурые медведи, 4 штуки есть. На территории национального парка Деснянско-Старовудский появилась рысь. Идет восстановление популяции лухаря и тетерева, то есть тех, которых не было. Вот такие вот интересные наработки, очень много по краснокнижным растениям возобновления. Хотелось бы, чтобы повернулся лицом управления лесового хозяйства. Я понимаю, что для них это тяжело и трудно. Все-таки они потом несут ответственность за территорию. Но тем не менее, все-таки бы хотелось там, где есть нерукотворные леса, природные очаги, все-таки они оставались нетронутыми, как ели, как дубы и так далее. Почему? Потому что в этом году, да, мы, кстати, сделали восстановление дуба-горкуши, которому более 700 лет на территории Украины. Их осталось именно с таким возрастом, от 500 и выше лет 26. Ну, один из них находится на территории Сумской области. Очень тяжело нам пришлось отставить, почему? Потому что не совсем, я думаю, что мы очень мало работы проводили по образованию населения и разъяснению этой работы. Ну, мы учтем это и на следующую программу 19-21 обязательно будем принимать такие проекты, как создание учебников для первых, вторых, третьих, четвертых классов образовательных по экологии. Это поведение и с мусором, поведение в природе, поведение, экологическое поведение в семье. То есть это в картинках, с разъяснением, с объяснением. Ну, такая задумка есть. Это, исходя из того, что проведена довольно-таки большая работа по созданию новых природно-заповедных объектов. Это второе издание «Атласа» Сумской области природно-заповедного. Как бы оно планируется, хотелось бы, чтобы депутаты нас поддержали. Мы имеем уже поддержку и Николая Алексеевича, клочка губернатора. То есть он этим вопросом очень серьезно тревожится, держит на контроле много вопросов. Мне очень приятно, что не менее активно принимает активное участие в всех этих вопросах Владимир Николаевич Токарь. Надо ему отдать должное, что именно он занял одну из самых серьезных позиций по отстаиванию парка Семский. Ну, это было видно на сессиях, как это проходило все. Это было тяжело. То, что касается по одному из направлений работы департамента, это работа с неопознанными химическими веществами. В прошлом году мы перезатарили, на территории нашей области, хочу сказать, что находится около 500 тонн химических веществ. В прошлом году мы перезатарили под транскордон Липово-Долинский район закрыли. В этом году мы перезатарили и часть Роменского. В этом году мы закончили перезатаривание Роменского района. Заканчиваем перезатаривание Ахтырского района. То есть практически 90% из этих 500 тонн находятся в сертифицированной таре, они перезатарены, находятся в сертифицированной таре, и они подготовлены к транскордону. К сожалению, нам не удается перезатарить, по времени мы не успеваем, мы провели несколько тендеров, работа хлопотная такая, больше бюрократическая, несколько тендеров по перезатариванию Сумскому району, но, к сожалению, мы провели два тендера, два тендера не состоялись, будем переносить их на следующий год и увеличивать объем по перезатариванию до 200 тонн именно по Сумскому району. Ну, примерно так. Это много обидных план, так? Цего речи удалось очень много сделать и в следующий год. Ну, посмотрим. Одно из самых больших направлений, которое будет, создан, пока есть проект национальной стратегии поводжения с отходами подъедами Минприроды. Это серьезная такая, как бы, проблемная работа. В свою очередь, мы планируем создать региональную стратегию вместе с департаментом ЖКХ, заинтересованными лицами, другими подразделениями, которые будут заинтересованы в этом вопросе. Что предусматривает собой эта стратегия? Это создание, в принципе, уже разработанные новые шесть проектов поводжения с отходом, причем они структуризированы. То есть, отдельно будет закон по поводжению с побутовыми отходами, отдельно с химическими веществами сложными, радиоактивными отходами, даже отдельный законопроект по батарейкам. По утилизации батареек и бытовых отходов, которые содержат, будем так говорить, вредные химические вещества. В планах, загальный план предусматривает о том, что будет запрещено увеличивать территории для захоронения отходов. То есть, надо будет проводить необходимую работу, связанную с сортировкой бытовых отходов, других отходов. Их промышленная переработка, вторичная переработка, так называемая, и только остаточная часть – это захоронение. То есть, к концу 2030 года, исходя из стратегии, захоронения должны подлежать не более 15% всех отходов, которые вырабатываются на сегодняшний момент. Работа стоит впереди серьезная, планы амбитные в этом отношении. Не знаю, как получится, но хотелось бы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...